А здрасте! Всем друзья привет уленьки! Золотой колос продолжается, последний тройничок последнего сезона у нас сегодня стартует. И вроде как серия сегодня должна быть не очень длинной, посмотрим. Постараюсь всё сделать ёмко, хотя играть её я буду опять-таки, ну долго, да. В общем-то погнали смотреть, что у нас происходит. Всем приятного просмотра, не забывайте про лайкусики и полетели. Начнём мы, друзья, с выполнения контрактика. У нас есть контракт на овощную рагу, 274 почти куба нам надо привезти и время выполнения осталось всего лишь 2 часа 20 минут. В конце прошлого дня закончил это производство, мы делали заказ на овощной фабрике, точнее на консервном заводе, чё это я несу. Вот они, 274 куба у нас лежат здесь, ну и соответственно их нужно отвезти. На это есть ещё 2 часа, поэтому торопиться особо некуда, поставим возить это всё дело автодрайв. Ну и поставим, разумеется, работать наш контейнеровоз. Он по 60 кубов это будет за раз сразу делать. Вот с топляком у него есть некоторые сложности, но я надеюсь, что ему хватит топлива. Хотя вот я немножечко даже сомневаюсь. Но в любом случае, ладно, ему нужно съездить 5 раз, забрать со второго склада и отвезти это всё на ЖД бокс номер 4. Всё, дружище, погнал, выполняй контракт, не может добраться до локации. Ты чё, дурак что ли? Вообще, наверное, имеет смысл здесь, знаете, закольцевать это всё дело, чтобы они могли отсюда на склады ехать. Давайте-ка и закольцуем, потому что тут выезжать, это выехать где-то, искать место для разворота. А мы вот так вот сейчас это всё дело соединим. Бздынь, бздынь, бздынь. И он спокойно туда доберётся. Да, эту систему автодрайва мне ещё рисовать и рисовать. А чё он на ЖД бокс уже поплёлся? Сразу же. Давай на склад загружайся. Если будут какие-то косяки с загрузками-разгрузками, хотя их быть не должно, поставим автогруз. Будем за этим следить, время есть. Далее, друзья, поиграемся немножко с тепличками. Тут у нас две задачи, на самом деле, по теплицам. Это, во-первых, их нужно засадить. Первый урожай уже собран. И, кстати, требуется удобрение. Давайте его повносим. На восточном тепличном комплексе, как обычно, для бабла мы вырастили клубничку. И на северном тепличном комплексе, опять-таки, нужно внести удобрение. Мы вырастили в четырёх теплицах клубнику. И по одной теплице я засеял томаты, баклажаны и огурцы. Просто, чтобы оно было. А то, знаете, иногда заказы на производство приходят. В прошлый раз нам повезло, у нас томаты были из заначки. Короче, я немножко увеличил эту самую заначку. По одной теплице, ну, вроде как должно хватать. Вот, короче, всё это дело надо перевести на товарные склады. Но для начала давайте купим рассаду и отправим это всё дело на посев. Покупаем 14 поддонов с рассадой, грузим их на грузовичок. Денег остаётся меньше, чем 6 миллионов. Правда, кстати, уже один прицеп продался с овощным рагу. А вот этого товарища отправляем на посадку тогда. У нас тут есть маршрутик по курсплею. Загружаем его со стартовой точки. Бздынь, погнал. Возвращаемся, друзья, опять на товарные склады. Тут как раз вот ман приехал, который возит овощное рагу. Нас интересует вот этот же Сибишка. Чёрт, а чё она не помытая, а? Кто знает. В общем-то, этого товарища надо отправить, возить, степлить всё добро. На склады. Не понимаю, почему я на северном тепличном комплексе засеял это. Но ладно. Вроде собирался на восточном. Причём-то мысли были, что на северной лучше. Хрен его знает. Но ладно. В общем-то, смотрите, у него всё просто. Ему нужно 5 раз съездить томатики отвезти, 4 раза баклажанчики и 3 раза огурчики. И для этого мы уже воспользуемся автогрузом. Самое тяжёлое, это найти нужный контейнер. Итак, мы загружаем со склада огурцы со стыка. 3 раза. Бздынь, готово. 4 раза загружаем баклажанчики. Бздынь, готово. И 5 раз загружаем томаты. Хотя, на самом деле, томаты можно не выставлять сейчас. Томаты можно выставить в автодрайве. И оно будет работать. Ну и так как поездок ему больше, чем 9 нужно сделать, то будет кататься он бесконечное количество раз. Хотя, может быть, потом как-нибудь я его перехвачу. Выставлю ему количество поездок, и он тогда поедет на парковку после всего этого дела. Но пока что вот так вот. В общем-то, отправляем его работать, и он справится. 13 поездок это, ну, довольно-таки много. 12, сорян. Неправильно посчитал. Неважно. Ну и, друзья, давайте тогда, раз у нас пошла работа, посмотрим, что у нас происходит со всеми остальными нашими мероприятиями. Во-первых, начнем, друзья, с животных. Коровник. Тут у нас все прекрасно. Полторы тысячи продуктивных коровок, и... А почему полторы тысячи? Откуда столько? Тут же должно быть 1200, 600 в телятнике. А у нас 1500 продуктивных, 600 в телятнике молодых, и еще подросших, подрастающих 100. Откуда столько места? Хотя и тут он написан 2200. Непонятно. По овчарне, друзья, с овечками у нас случился конфуз. Короче, у нас состарились овечки и сдохли. Но сдохли они не своей смертью, я их отвез на мясокомбинат. 800 штук я отвез. Свежих, точнее, новых, молодых я решил не покупать. Хочу посмотреть, как вот это вот будет дело развиваться. И, то есть, из молодых, которых мы навыращивали, как они тут будут размножаться, сколько их там будет получаться, и сможем ли мы рано или поздно забить полный весь загон. Или же, наоборот, они будут уходить в минус. Чуть что купить не проблема, это две кнопки нажать. По птичкам далее. У нас тоже все хорошо. Есть продуктивные курицы, которые несут нам яйца. Скоро они тоже уже состарятся, мы их убьем. Ну и закупим новых. Бройлеры уже тоже подросшие. Как только станут продуктивными, их тоже можно будет убивать. Корма у них все равно остается хоть жопой жуй. Не думаю, что мы вообще в ближайшее время будем его производить. Ну и, друзья, свинарник. Тут уже меньше третий у них кормушек осталось. В принципе, привезти им это все не проблема. Точнее, им даже везти-то толком ничего не надо. Может быть, соломы стоит потом привезти. Может быть, картофель, морковь стоит привезти. А все остальное это просто вот на кнопочку один раз нажимаешь. Так, бздынь, бздынь. Вот так вот все со складов. Черт, он покупает пшеницу и ячмень. Затраты на ресурсы идут. Хотя здесь оранжевая стрелочка горит. Это странно. Ну ладно. У нас же есть ячмень, надо посмотреть. В принципе... Хотя ладно, я по фэншу играю, значит мы привезем картошечки им. Но попозже, сейчас не хочу. Склады свинарника, ячмень. Ну вот он, есть здесь. Чего он его отсюда не берет? Странное дерьмо. Ну ладно, с разрабами разберусь. Ладно, с животными понятно. Далее, друзья, по заводикам погнали. Тоже пробежимся. Во-первых, маслоэкстракционный завод. Он у нас стоит, но сегодня мы его запустим, потому что у меня как раз подсолнечник канола и лен посеянный. Поэтому сегодня запустим этот заводик. Мебельная фабрика, друзья, у нас прекратила свою работу. В 9 часов утра она откроется. И надо будет вывести оттуда на склад весь оставшийся брус и мебель. Ну, брус остался лишним, потому что его производится как-то больше. На лесопилке. Но ничего, тут пускай будет брус. В общем-то, вывезти оставшуюся мебель на склад и эту фабрику мы с вами, друзья, сегодня продадим. Упс, здравствуйте, ман. Он уже третий раз поехал. Какой молодец. Далее мельница. Мельница у нас остановлена. И у нас есть дохренище. Пшеничной муки. Миллион шестьсот тридцать девять литров. Есть крупа овсяная, есть кукурузная крупа. Свободного места уже на складе нету, поэтому оставшаяся мука, она не фасуется. Десять кубов осталось, но в последней серии мы начнем вывозить вот эту вот пшеничную фасованную муку, соответственно, запустим фасовку вот эту и оно переработается там буквально за 20 минут. За 20 минут оно не продастся, поэтому освобождать склады я смысла особого не вижу. Если вдруг контракт какой припрет, то освободим. Упс, и у нас, кстати, сеется рассада. Вот я не обратил внимания, это второй раз уже или первый. Не важно. Итак, далее мясокомбинат. На мясокомбинат я привез 800 овечек старых и из этого получилось 63 куба мяса. На самом деле мероприятие довольно-таки не веселое. Кататься туда-сюда обратно, автоматизировать это никак нельзя. И 800 овец я перевез за час. Впереди нас ждет еще состарившиеся коровки, а их там будет 1200. Короче, я не знаю, как это будет происходить. Скорее всего будем на стриме упарываться. А может быть даже кого-то позову с собой в помощь. Но ладно, пока что они еще не состарились. Мы пока живем. Далее, друзья, сахарный завод тоже закончил свою работу. У нас тут есть почти миллион сахара и 850 кубов жмыха. Жмых можно начать продавать, потиху вывозить. Ну и ткацкая фабрика. В прошлый раз мы привезли туда хлопка 300 кубов. В общем-то половина из них переработалась. Половина вторая переработается за второй день. Линия переработки льна до сих пор у нас перерабатывается. Хоть ты качай линию, если честно. Кстати, сколько это удовольствие стоит? Может быть имеет смысл. 14 часов будет время работы. Производительность вырастет, но не сильно. 74 тысячи комплектующих, 125 тысяч стоит. Не знаю, теоретически, конечно, оно быстрее начнет работать. Но ладно, я уже буду терпеть. Буду терпеть, превозмогать. Так что, в общем-то, друзья, наверное, все понятно. До многого еще... А, самое главное не показал, да. У нас, друзья, выпал еще один контракт. Контракт на сгущенку на 63 куба. Сгущенка у нас привозится с... Точнее, производится на молочном заводе. И там я, соответственно, поставил выполняться заказ. И он, кстати, уже скоро даже и сделается. С 5 утра она работает. И осталось произвести 14 кубов. Но, может быть, даже в этой серии мы этот контракт и доделаем. В общем-то, погнали в магазин. Купим одну ужатку интересную. И будем расставлять технику в работу. На двух самых больших полях, друзья, у нас растет подсолнечник. Который пойдет у нас на подсолнечное масло. Оно нам надо. Фасовать мы его не будем. Просто оставим на заказы в жидком виде. Вот 19 и 21 и 22 поле у нас осеяны этим самым подсолнечником. А вот жатки, друзья, для подсолнечника у нас всего лишь две. Одна вот оранжевая на идеале. Одна красненькая для кейса. А вот для зелененького Джуни у нас такой нету. Поэтому надо ее купить. Она стоит, благо, недорого. Поэтому давайте мы ее купим. Берем точно такую же, как и на остальных комбайнах. Единственное, потрасим ее. Вот такой вот желтый Джон Дировский цвет. Почему бы и нет? За 91 тысячу мы ее покупаем. И наш Джонни уже стоит здесь. Кстати, нас ждет. Какой молодец. Там, кстати, поехал этот самый. Уже последняя доставка овощного рагу идет у нас. Так что сейчас мы контракт выполним. Но он только что выгрузил предпоследнюю. То есть он сейчас едет за последней. Довольно быстро это все дело у нас происходит. Вот. Цепляем. Видите, по цвету они желтые с желтым совпадают. Даже не Нью-Холландовский там. Если присмотреться, оно выделяется. Отправляем вот этого товарища на поле тогда. 21-22. Давай, едь. Жди нас там. А мы погнали еще. Ребята в работу тоже отправим. В частности, грузовики, которые будут работать у нас на уборке. Это, как обычно, два мана. Черный и красный. Вот они. Красавцы. Одного отправляем на поле 21. И ездит он на маслоэкстракционный завод. Выгрузка. В принципе, можно... Да. Давайте его сразу же тогда и отправим. Они там друг другу мешать не будут, если что. На двух разных точках будут стоять. Будем их так и разгружать. Второго, друзья, красного отправляем на поле 22. Точно так же. Там, кстати, еще контракт, друзья, на Лузгу нам приходил как-то. Я что-то посчитал, что мы его хрен выполним. И он копейки стоил. Поэтому я от него отказался. Так, поле 22, дружище. И маслоэкстракционный завод. Выгрузка. Вот так вот. Его тоже мы выводим в люди. Вот сюда вот. И пускай он идет, работает. Красавчик. Ангар можно, кстати, закрыть. Еще, друзья, нам, кстати, надо покосить травку. Это вполне себе простая и быстрая задача. Нужно просто вот этого товарища нарисовать ему маршрут на курс-плейчике. Самый простой. Кстати, вчера, ну то есть вчерашний день, когда я сеял все, я травку тоже разок покосил. Так что это будет второй покос. И на поле 18 его отправляем. И работать по курс-плею. Все. Давай. Он сейчас съездит, покосит и вернется, станет сюда обратно. В общем-то, даже мы его трогать даже не будем. Вот такая вот крутота. Ну и тем временем, параллельно, кстати, последнюю доставку у нас делает наш контейнеровозик. Так что мы уже сейчас подождем, пока он выгрузится. Посмотрим, сколько денег мы заработали на контракте. В принципе, заработка там особо много не будет. То есть, если бы мы продавали просто так ингредиенты, из которых мы эти самые овощные рога делали, то было бы, ну, не намного меньше. Если не ровно столько же. Хотя, раз контракт, значит, должно быть чуть больше. Но нам важен рейтинг и нам важен сам игровой процесс. Это веселое занятие. Париться, что-то делать. Бздынь. Все. Контракт на поставку товара овощной рогу выполнен. Ну и 450 тысяч мы на этом подняли. Неплохо. Давайте-ка этого товарища я оставлю даже просто вот здесь. Вот так вот. Выгружаем оставшиеся там пару литров. 250 долларов мы за это получаем. На пиво. В 9 часов этому товарищу предстоит еще будет поработать. Хотя, может быть, отправить контейнеровоз, который на тракторе. Классный. Да. Ладно, этого тогда в гараж поставлю. Ну и, друзья, у меня сейчас уборочная. Я это все, как обычно, ручкой буду делать на перегрузчике. А мы с вами встретимся, когда произойдет что-нибудь интересненькое, как обычно. А здрасте еще раз. В общем-то, уборочка у нас прошла. И закончилась она, кстати, уже часа два тому назад. Тут у нас травка даже взошла. Короче, друзья, что у нас происходит. Во-первых, мы выращивали лен. И, соответственно, у нас тут появилась солома. И я сейчас пожалею о том, что решил это все квадратными тюками затюковать. А что ты не собираешь тюки, дружище? Я забыл включить ему автоподбор. Ладно. Ничего страшного. Короче, здесь мы поле это переворошили уже. И оно волкуется и тюкуется. Скорее всего, да, я пожалею о том, что здесь квадратные тюки. Но ничего, ладно, пофигу. Я думаю, как-нибудь я это переживу. Они просто иногда отскакивают туда, куда не надо. Короче, пусть катается, собирает. Они сейчас тут просто катаются по кругу. И, в конце концов, по кругу закончат около края поля, где мы обычно стартуем всякие работы. С этим полем, друзья, понятно. Далее, смотрите, есть у нас еще одно поле. Здесь оно тоже был лен. Тут ездит какой-то трактор и его ворошит. Да, вот, ворошит. Эти тюки, друзья, я буду собирать и потихоньку буду смотреть, когда их можно продать. Тогда и буду продавать. Соседние поля у нас уже сеются. Здесь у нас сеется соя. Я пока не сильно придумал, для чего она нужна. Но, короче, у нас будет дохренища сои на следующий день. Товарищ сеет, у него тоже все хорошо. Еще ему вот правое поле посеять и те два маленьких. Большие поля, которые 19 и 22 уже тоже посеяны. Там, в принципе, все хорошо. Далее, друзья, по заводикам. Давайте посмотрим, что у нас происходит. Во-первых, мебельная фабрика. Один раз осталось съездить GCB-шки и забрать последние 12 кубов мебели. Все остальное она уже вывезла. И брус, и всю оставшуюся мебель. И, соответственно, мебельную фабрику можно будет продавать. Также, друзья, у нас выполнился контракт на производство на молочном заводе. Наша сгущеночка. Она почему-то на разных складах лежит? Это интересно. Ну ладно. В общем-то, можно, друзья, уже будет выполнять контракт. А почему она на разных складах лежит? В чем прикол? Ладно, я разрабам напишу, спрошу. Кстати, вот то, что я в начале серии говорил по поводу свинок, что вот уже это дело пофиксили. Вот быстро, пока я просто вот серию записывал, вот так вот быстро они работают. Красавчики. А, еще по заводам, что я хотел сказать, почему-то я про это забыл. Это маслоэкстракционный завод. Мы сюда отвезли Лен Канолу подсолнечник. Подсолнечник уже перерабатывается довольно-таки давно, потому что он сразу запустился. Лен Канола пока ждут своего часа. Вот видите, не очень много этого всего добра у нас получилось. Ну, подсолнечное масло пускай будет. Тут миллион литров может лежать. С остальным вроде как все понятно. Может опять сахарный завод запустить? Ладно, потом как-нибудь может быть. В общем-то, вот этот же мых, наверное, можно будет тоже мне потихоньку вывозить, продавать. Отруби с мельницы тоже можно будет вывозить, продавать. Короче, уже потихоньку буду освобождать заводы. Единственное, только шейная фабрика, падла, работает долго. Но, ладно, что поделать. Тем временем, Джесси Бишка уже последнюю мебель к нам привезла на склад. Сейчас она ее сюда выгрузит. И мы запустим ее в работу. Нами тут замешает объект. Блин, ну вот как всегда. Я же говорю, что я пожалею. Ладно, я потом ручками эти чуки пособираю. Пофиг на них. Возвращаемся к Джесси Бишке. Она все выгрузила и Drive into Parking Place пошел. Отставить. Значится, у нас есть контракт. Сгущенка. Черт, а почему они делают сгущенку, а не сгущенное молоко? Причем из молока и сахара, что самое интересное. Есть принципиальная разница, друзья. Придите в магазин и найдите какую-нибудь рогачевскую или глубокскую сгущенное молоко, там где написано, и вы увидите в составе только молоко и сахар. А если возьмете какую-нибудь российскую сгущенку, то вы в составе увидите все, что угодно, кроме молока и сахара. Ну ладно. Нам надо 63 куба привезти. Блин. И оно распределилось еще на два склада. Это не круто. Кстати, разработчики сказали, что это нормально. Но возможно поправят. Такс, на хлебокомбинат это надо отвезти. А значит... Кстати, с хлебокомбинатом там же тоже два склада. Такой херни не было. А, на хлебокомбинате там отдельно склад идет на выпечку и на... Ну вы поняли. Такс, значит, ты едешь на молочный завод. Молочная загрузка 1. И едешь на хлебокомбинат. Клад 1 выгрузка. И забираешь ты сгущеночку. Сгущенка. Ну давай, едь. 5 минут у тебя есть. Погнали пока что в риелторское агентство. Вот оно, родненькое. Что мы будем делать здесь? Мы будем продавать. Обычно мы покупали, а сейчас будем продавать. И рейтинг у нас из-за этого упадет. Но что поделать, что поделать. Мебельная фабрика. 1600 рыночная стоимость. Но мы ее вроде как чуть дешевле продаем. Да, мы действительно хотим продать имущество. Не, как раз таки мы ее за столько и продали. А вот если будем покупать, то рыночная стоимость внезапно выросла. И продадут нам ее подороже. Но это не важно. В общем-то у нас 7,5 миллионов уже на счету. Пока что покупать, друзья, я ничего не буду. Потому что, наверное, нам ничего и не надо. Что-то наш тюковщик как-то пропустил вот тут вот в центре все. Видимо придется потом ручками это все дело доделать. Не проблема, доделаем ручками. Я птица не гордый, сами знаете. А еще внезапно я решил сразу же продать все вот эти вот тюки, которые у нас есть. Ну как все? Все мы не продадим. Тут вместимость 181 куб сейчас. Я вот не помню, по-моему, в 11-й склад нам надо. Сейчас проверим. Еще 100 кубов есть на этом самом, в порту вместимость. Бздынь, бздынь, бздынь. Ну что, 200 тысяч получили. Нормально. Но сейчас в 12 часов дня обновится все это дело. Поэтому неизвестно, как там что будет. Поехали собирать их дальше. Ну и, друзья, вот она последняя ходочка. 5 кубов. Бздынь и контракт на поставку товара сгущенка выполнено. Еще 150 тысяч мы за это все в сумме получили. Снимаем этого товарища с автодрайва. И выгружаем оставшуюся сгущенку еще за 4 тысячи. Ну и этого товарища отправляем тогда на мойку. Пускай он там, короче, развлекается. Он сегодня тоже хорошо поработал. Друзья, в общем-то, впереди у нас посев. Я доделываю эти сраные тюки. Дотюкую. И, в общем-то, мы уже увидимся в следующей серии. А вы, друзья, чтобы это не пропустить, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Лайкусик, чтобы серия вышла побыстрее. Потому что, скорее всего, она уже прям записана. И комментарии ваши тоже пишите. Какие-нибудь, я не знаю. Любые, абсолютно. Если хотите смотреть серии заранее, то можете оформить дешевенькую спонсорку. Ну и, в общем-то, всем огромное спасибо за внимание. С вами был Никита Дилей. Всем пока-ки. Субтитры сделал DimaTorzok